здравствуйте ребята давно я не снимал но относительно давно ничего не делал да и тем более пока это видео дойдет до интернета уже еще наверно пройдет пару дней так вот о чем мы сегодня с вами поговорим сейчас затронем интересную тему от которой наверное будет бомбить и у любителей америки и нелюбители америки в общем готовьте свои пальчики вниз и поехали очень происходит походу автобус сломался и люди пешком он уходят с него мое последнее видео причем сделанное абсолютно без комментариев это видео она вызвала неоднозначную реакцию разные там пальчики вниз но это понятно в общем ну и неоднозначные комментарии вот кстати справа находится дилер honda это там где мы покупали эту машину вот именно отсюда уже другие машины здесь стоят другие модели 2010 и стояли так вот вызвало это все неоднозначную реакцию что я в принципе ожидал в общем то все получилось именно так как я ожидал теперь значит я хочу объяснить мою позицию мою точку зрения почему я прерывался на телефонный звонок значит продолжим почему почему на западе меньше нарушают правила ну конечно же сразу хочется сказать оба достаточно немалых штрафах и других наказаниях что следует за тем когда после того как вас поймают если вас не поймают то ничего не будет и конечно же большинство нарушителей не ловят потому что поймать всех невозможно но когда ловят то впаривают большие штрафы смотря какое нарушение там еще и баллы в права начисляют а баллах в правах и вообще о штрафах у меня было был видеоролик может быть где-то полгода назад вот и поэтому в общем то люди просто ну не хотят не хотят нарываться мне кажется если бы не было системы штрафов или если бы можно было легко отмазаться там допустим дать взятку менту там дать 20 долларов менту типа отвяжись и все если бы это было возможно то нарушителей наверное было бы больше то есть соответственно нарушителей нет потому что менты не возьмут взятку и вот эту всю головную боль получить никто ну как никто многие просто конечно не хотят поэтому люди не будут объезжать там пробку по обочине это не потому что люди такие там ну хорошие культурные прям вот очень друг друга уважают нет это конечно тоже есть в какой-то степени но больше все таки не нарушают я считаю потому что именно система штрафов сделано так чтобы люди не могли нарушать потому что все таки очень многие люди это быдло к сожалению бороться с быдлом никаким образом как жесткими законами штрафами просто нельзя наказывать нужно кошельком и поэтому порядок поэтому люди меньше нарушают это нарушают но не настолько но с другой стороны интересный парадокс в городе нью-йорке полиция гораздо жестче относится вообще к нарушителям и штрафы как-то поболее в самом городе нью-йорк вообще пожестче законы но в то же самое время в городе нью-йорк как раз таки больше всего нарушений вообще происходит вот все что я вижу за последние там эти тринадцать четырнадцать лет именно в городе нью-йорк нарушают больше всего то есть если здесь нью-джерси вот так вот недалеко от нью-йорка очень редко кто нарушает тоже есть но очень редко то в нью-йорке гораздо больше вот такого быдла который ездит по дорогам и тоже как плюет на всех причем это не обязательно будет какая-нибудь там премиальная машина это может быть любая машина вообще и неважно на чем ты ей едешь она может быть на какой-нибудь на каком-нибудь ведре может ехать тоже и нарушать вот так вот вокруг всех объезжать там самое излюбленное вот излюбленное нарушение это вот когда стоит пробка есть заезд и разгоночная полоса такая при заезде на трассу и вот вот эти вот вот это вот самое любимое излюбленное дело выезжать с главной дороги на эту разгоночную полосу объезжать всех по ней и вклиниваться в конце и и уже обратно в свой ряд это вот излюбленное дело любителей не сидеть в пробке и не ждать а так в общем то какие еще бывают нарушения вот на красный свет кстати редко-редко кто ездит а а вот любители именно там пересечь какую-нибудь там двойную белую сплошную линию там где нельзя или там проехать по ряду который написано только на там только прямо свернуть него направо допустим вот это любителей много и в нью-йорке их именно больше почему-то а в нью-йорке ну и не знаю то ли люди как-то поспокойнее то ли может еще может движение не такое большое хотя движение большое но здесь вот как-то поменьше поменьше нарушают но все же я считаю что нарушают именно потому что законы работают и от них нельзя легко отмазаться поэтому меньше нарушают что не было бы законов точно так же бы ездили все плевали бы на всех мне кажется это все объясняется именно эти очень все просто как вот может быть какие-то фиф очки которых вы видите на ютубе там хихи ха ха снимают видео о том какие все добренькие какие все улыбаются хо 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 вот ну на самом деле просто не хотят люди связываться не хотят люди иметь проблем то есть ну на самом деле мне это нравится то есть есть законы которые вот быдло держит в узде потому что если начнется хамство везде вокруг то ну ничего хорошего это не будет это уже будет не америка это уже будет какой-нибудь отсталой стороной там не знаю если будет вокруг хамство если все будут ехать там по обочине и влезать перед тобой вы знаете касаемо езде по обочине вот интересно люди устроены да те которые ездят по обочине то есть вот когда дело допустим происходит в очереди в магазине да редко кто берет и проходит без очереди почему-то прошло в морду получит в общем-то особенно если это дело ну допустим происходит в россии до в америке тоже будут возмущаться может быть мордобои не будут но возмущаться будут и не дадут в общем-то без очереди пролезть потому что именно будут возмущаться о ремонт дороги здесь и асфальт немножко так себе поэтому соответственно вот никто в очереди допустим в магазине не лезет без очереди а вот когда человек едет в машине почему-то многие вот ощущают себя как-то вот в безопасности находясь в своей консервной банке внутри и поэтому ходят по головам так сказать то есть вот ничего хорошего конечно в этом нет но почему-то есть люди которые считают что вот эти эти лохи типа пусть ждут а я их объеду по обочине и тут они все типа нафиг мне надо быстрее вот это конечно хамство и хорошо что есть законы которые в общем-то жестко пресекают подобное хамство что касается хамство в сфере обслуживания почему его мало но она есть но крайне крайне редко то есть надо разозлить очень сильно человека чтобы тебе что-то ответили ну тут дело в том что частный бизнес понимаете то есть даже если кому-то что-то не нравится кто-то те что-то грубое сказал ты конечно можешь его послать в ответ да но клиент вот после этого уйдет конкуренту она тебе надо если ты работаешь на кого-то ты пошлёшь кого-то да тебе придется тебя скорее всего уволят с работы потому что опять же хозяин заведения не захочет терять клиента вы можете назвать это какой-то рабской психологии но как бы не хотите не работаете в сфере обслуживания ну если уж на то пошло и тогда вам никто не будет хамить идите получите высшее образование и работаете там инженером не знаю механиком там ну я имею ввиду инженером механиком то есть не кем-то кто общается с клиентами а работайте кем угодно еще но если вы выбираете работу извините меня официанта там я не знаю еще любого какого-то любую должность который имеет который ну ваших в которой ваша роль заключается с общениями с клиентом то извините меня вы это сами выбираете а значит нужно подходить и соблюдать правила этого бизнеса иначе да иначе компания в которой вы работаете она просто потеряет клиентов а компания в которой вы работаете клиентов терять не будет поэтому она лучше потеряет вас как плохого работника то есть я говорю кто-то там очень умный допустим называет это рабской психологии ну можете назвать это тогда есть мнение что вот в америке все все работают все рабы и и вот только и делают что работают а с другой стороны и вот да в любой стране возьмите вы а что не нужно работать чтобы нормально жить да в общем то я уже говорил об этом и я не знаю об этом то и говорить не надо потому что это понятно мне кажется это вообще даже обсуждать то как-то смешно понятно чтобы чтобы нормально жить нужно вкалывать что в америке что в канаде что в россии и там украине билал беларуси везде нужно вкалывать чтобы хорошо жить вот поэтому может быть кому-то кому-то что-то вот допустим здесь не нравится я всегда говорю выигравшим там green card не обольщайтесь что вот здесь деньги на деревьях растут потому что есть такие люди которые считают что все мы в америку приедем и как бы у нас здесь будет все круто а те кто не выиграл green card часто начинают писать где-нибудь там в интернете на том же youtube интересные вообще люди такие значит как-то пару раз такое было пишет мне какой-то клоун комментарий о ваша америка отстой дерьмо у вас там все рабы там то да сё а я захожу на страничку этого человека youtube страничку а у него не отключена лента до лета событий и значит смотрю он комментирует другие видео и смотрю значит человек комментирует под другими видео мол эх я не выиграл green card у вас как жаль уже там второй третий год играю то есть так интересно человек не выиграл green card то но и чтоб себя успокоить значит он пишет там комментарии там у кого-нибудь под ролик да ваша америка дерьмо а сам играл green card то вот мне мне так веселят эти клоуны честно скажу это вообще вот я пойду специально я так рад когда человек не отключает ленту событий свою когда вот такой пишет мне очень интересно зайти посмотреть какие же комментарии человек оставляет ну под другими где-то там роликами и вот иногда я вижу вот такой вот клоунады это это так смешно вообще до весело вообще смотреть на такое конечно же в общем вот такой получился немного длинный ролик поговорили о том и о сём все не буду больше тянуть до свидания и до новых с вами встреч пока